Реконструкция идет ударными темпами 24 на 7. Рабочих хватает, техническими средствами обеспечены. Есть возможность закупить трубы для второго участка и приступить к следующему этапу. Такова позиция теплоэнергетиков. Они хотят завершить все работы, в том числе по благоустройству, уже в конце октября. Люди мобилизованы в полном составе. Здесь работает более 40 человек. Техника 100% на месте. На сегодняшний день раскопано порядка 700. Труба из 1400 метров смонтирована 900. Поэтому, в принципе, еще раз говорю, мобилизация подрядчика полная. Контроль от нас осуществляется в ежедневном режиме. Ремонт на первом участке завершат уже в августе. Соответственно, в дома, которые к нему подключены, вернется горячая вода. Предложение теплоэнергетиков по переносу сроков реконструкции второго участка направили в городскую и областную администрации. Это решение находится сейчас в стадии обсуждения и согласования. В любом случае, основная задача при переносе сроков с 2023 года перед нами одна. Не оставить людей без горячей воды и тепла к старту отопительного сезона. Представители администрации рассказали и о дальнейшем преображении улицы Ленина. После ремонта теплосетей здесь приступят к масштабной реконструкции проезжей и пешеходной части. Будут выполняться ремонт всех коммуникаций от стены здания, в том числе и внутриквартальные сети тепловые, примыкающие к этой магистрали. Ремонт сетей будет предполагать и замену наружного освещения, полностью ремонт ливневой канализации, ремонт слаботочных сетей. Предполагается и внедрение современных технологий системы «Умный город». Если все случится, если конкурсные процедуры будут надлежащим образом организованы и мы победим, тогда, естественно, мы все наши современные решения будем внедрять в городе Курске. Тогда в Курске могут появиться умные светофоры, остановки, а также информационные киоски. Мария Клоусова, Роман Федорков. События дня.